На календаре вторник 31 июля в эфире городские новости в студии Елена Ларева. Здравствуйте! Вот о чем расскажем сегодня. Под контролем комитета образовательные учреждения готовятся к новому учебному году. Купаются где нельзя. Прошел очередной рейд по несанкционированным пляжам. День рождения адмирала Кузнецова и день ВМФ отметили в деревне. Весели в одном из котловских дворов, как все было на самом деле. Практически через месяц наступит 1 сентября, потому все образовательные учреждения во все готовятся к наступлению нового учебного года. Как проходят работы? Сегодня оценили представители городского комитета по образованию, и наша съемочная группа. Все идет по плану. Именно так можно сказать про работы, что полным ходом идут в Ичигодской школе номер 75. В кабинетах и коридорах там само собой идут косметические ремонты. А территория вокруг школы окружена старым шифером, потому что крышу учреждения частично меняют. Самое главное у нас текущий ремонт кровли над основным зданием, то есть пристройка спортзал считается отдельно. Над основным зданием ремонт кровли выполняет фирма Мирпрофиль, это город Череповец, и выделено 1 млн 21 тыс. на частичный ремонт кровли, замена перекрытий, замена старого шифера на листовую сталь. По словам руководителя, эти работы подрядчик проводит по графику, так что к приемке школы в середине августа 75 будет готово. Всего в этом году на подготовку учреждения образования к наступающему учебному сезону из местного бюджета выделено порядка 23 млн рублей. Еще почти 2 млн направил областной бюджет в рамках программы по доступной среде для центра дополнительного образования. Так что работы кипят везде. Но помимо 75 школы масштабная реконструкция проходит и в ряде других. Проводится ремонт на работу на спортивной площадке школы номер 4. Проводится в этой же школе ремонт спортивного зала. И в пятой школе у нас проводится оборудование пищеблока, это ремонт вентиляции и установка ограждения. Действительно территория пятой школы преображается на глазах. Здесь идет сварка ограждения, камазы возят песок. Рабочие и в жару трудятся без отдыха, чтобы успеть сделать все, что требуется по контракту. Устанавливается забор по всему периметру пятой школы. Данный аукцион выиграла череповецкая фирма Мирпрофиля. Если говорить по цифрам, то общая стоимость данных работ составляет 1 млн 731 тысяч рублей. В школе есть и перемена. Правда, пока что не в перерыве учебного процесса, а на пищеблоке. Но это тоже важная работа по модернизации оборудования. В учреждении меняют старую вентиляцию на новую. Данные работы выполняет коряжемская фирма Вента. Цена вопроса 601 тысяч рублей. Так что вот этот устаревший хлам, старые фильтры, решетки и воздуховоды скоро найдет свое место на свалке. Ну а в пищеблоке пятой элементской школы уже монтируют новую современную вентиляцию. У нас 90 процентов обучающихся питаются организованно. Необходимо, чтобы этот процесс был организован правильно с точки зрения всех гигиенических норм и также норм требования охраны труда. А вот и школа номер 4. В этом году она отметит свой 65-летний юбилей. И отличным подарком всем ребятам станет универсальная спортивная площадка, которой у этого учреждения никогда и не было. Самое главное детище это оборудование спортивной игровой площадки на сумму более 2 миллионов рублей. Значит, ну сейчас работа у нас на подготовительном этапе. Сегодня будет у нас заложена металлическая сетка, с завтрашнего дня бетонирование. Ну то есть работы идут по плану. Ими занимается котловский подрядчик ООО «СК Статус». Так что уже совсем скоро школа обретет мини-поле «Три в одном», где школьники будут играть и в футбол, и в волейбол, и в баскетбол. Глобальный текущий ремонт пережил и старый спортзал четвертой школы. Проведена покраска потолка, стен, пола. 328 тысяч заведения направило на этот текущий ремонт. Еще примерно во столько же обойдется монтаж в спортзале при точной вытяжной вентиляции. Чуть больше двух недель осталось до приемки образовательных учреждений специальной комиссии. Так что все работы подрядчики должны завершить нужный срок. К другим темам. Из-за длительной жары большого количества утонувших месячник по безопасности людей на воде в Архангельской области продлен до 7 августа. Как правило, люди гибнут там, где запрещено купаться. В Котласе таких нелегальных зон отдыха тоже много. После очередного рейда, в котором участвовала и наша съемочная группа Алла Лайкова и Дмитрий Потюков, еще пять из них были занесены в официальный список несанкционированных пляжей. Этот тихий пляж на Лименке. За молокозаводом. Белый песок, воды по коленам. Народу немного. Здесь отдыхают в основном мамы с детьми. Место отличное, но нелегальное. О чем теперь говорит знак «Купание запрещено». Здесь мелко. Вот из этого сюда и приезжаем, потому что здесь не так глубоко для детей. И безопаснее. Я считаю, но все равно смотрим. Далеко не отпускаем. В Котласе всего одно официальное место отдыха у воды в районе Серебряного дождя. Там и дно обследовано, и пробы воды регулярно проводятся, и спасатели дежурят. В общем, отдыхать максимально безопасно. Чего не скажешь о самовольных пляжах. В основном именно на них гибнут люди. И год от года реестр таких мест в Котласе пополняется. На сегодняшний день в городе их 14. Выявить новые нелегальные зоны с такой целью специалисты Комитета гражданской защиты, службы спасения и полиции выехали в совместный рейд. Что касается дополнительных мест, те, которые будут выявлены, также будет перечень составлен. Либо мы их закрепим административным, вернее, нормативным документом. Либо же в этом году просто оценка ситуации. В рамках рейда было выявлено пять новых несанкционированных мест отдыха у воды. Рядом с ними спасатели поставили запрещающие аншлаги. Кстати, за заплыв под таким знаком можно получить штраф. А пока отдыхающим вручали памятки о том, как вести себя на воде. Также оперативники интересовались у отдыхающих, в каком месте следующим летом стоит оборудовать дополнительные зоны для загара и купаний. Уже на официальных началах. Например, в поселке Вычегодский. Это мог бы быть берег реки Старица. Одно из предложений по Вычегодску также закрепить нормативным документом по созданию этого совместного массового пребывания людей. То есть также выставить пост, чтобы у людей была возможность побольше места именно официального. В этом году на водоемах Архангельской области утонули более 40 человек, из них 11 детей. Котлас тоже пополнил печальную статистику. 23 июля в Ливенском затоне погибла 13-летняя девочка. Кстати, несчастный случай произошел в том числе и из-за того, что компания детей купалась в непредназначном для этого месте. О том, что для предупреждения трагедии всем родителям необходимо быть очень внимательными и всегда знать, что в эту минуту делают их дети, снова говорили на еженедельной планерке у главы города. В первую очередь родители, поскольку сейчас учреждение не функционирует, и площадки все закрыты, чтобы в первую очередь родители понимали, где находятся их дети. С приходом теплых дней в регионе увеличилось количество несчастных случаев на воде. Как сделать свой отдых безопасным? Не купайтесь и уж тем более не ныряйте в незнакомых местах. В воде могут находиться бревна, сети, железобетонные сваи и другие опасные предметы. Не купайтесь в запрещенных местах. Быстрые течения ямы и омуты смертельно опасны. Не заплывайте далеко от берега. Перепады температуры воды и воздуха могут привести к судорогам и как следствие к трагедии. Не купайтесь в нетрезвом виде. В 80% несчастных случаев на воде виновен алкоголь. Не играйте в игры на воде. Захваты рук и ног, сковывающие движения, вызывают панику. Человек может захлебнуться. Не оставляйте детей без присмотра. Всегда контролируйте поведение детей у воды, чтобы успеть помочь вовремя. Всегда помните, ваша безопасность в ваших руках. О происшествиях. За минувшую неделю на территории Котласа и Котласского района произошло 25 ДТП. В результате травмы различной степени тяжести получили 11 человек. Один из них несовершеннолетний. Подробности у Николая Третьякова. Днем 23 июля на 9-м километре автодороги Котлас-Коряжма-Вилеть-Илимско-Подомская произошло ДТП. По предварительным данным в зоне действия дорожного знака обгон запрещен, водитель 1987 года рождения, управляя автомашиной Ford Focus, неправильно выбрал скорость и утратил контроль за движением. В результате выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Нивой-Шевроле. В результате ДТП водители-пассажир Нивы получили серьезные травмы. Пострадал и водитель Форда, и его 30-летний пассажир. Все участники ДТП госпитализированы. 24 июля около 10 утра на 42-м километре этой же автодороги водитель 83-го года рождения, находясь в состоянии опьянения, управляя автомашиной Лада Гранта, столкнулся с попутно двигавшимся Джили. В результате столкновения иномарка съехала в Кювет. Женщина-водитель и пассажир Джили получили травмы и ушибы. В 2 часа ночи, 26 июля, на нерегулируемом перекрестке улиц Урицкого-Калинина, напротив дома 15 по улице Урицкого, 21-летний водитель ВАЗ 21099 наехал на опору уличного освещения. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. А в 2 часа ночи, 28 июля, возле дома 150 по улице Северной, поселка Шипицыно, 29-летний водитель в состоянии опьянения, не имея права управления транспортными средствами, на мотоцикле съехал в придорожный Кювет. В результате ДТП водитель получил ушиб грудной клетки. Около часа ночи, 29 июля, на 46-м километре автодороги Котлас-Коряжма-Вилля-Тилимско-Подомская, водитель 1949 года рождения на Ладе Гранте неправильно выбрал скорость и дистанцию и столкнулся с мопедом. В результате ДТП пострадал 18-летний водитель мопеда. В 5 часов вечера, 29 июля, на перекрестке улиц Ленина-Театральная, в поселке Вычеговский, водитель 1986 года рождения, лишенный прав и находясь в состоянии опьянения, управлял мопедом Ишбайк. Молодой человек нарушил правила проезда перекрестков, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу машине ВАЗ, двигавшейся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Водитель мопеда заработал травмы. В 9 вечера, 29 июля, на доке у дома 15 по улице Салтыкова-Щедрина, 32-летний водитель автомашины Лада Калина, выполняя обгон на нерегулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который в это время переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия 15-летний подросток-пешеход получил телесные повреждения и госпитализирован в больницу. Полиции нужна помощь в розыске женщины, которые подозревают в краже из магазина «Мечта плюс» на Маяковского, 26. 19 июля она, по всей видимости, похитила сумку у торгового представителя. На этом видео зафиксирована вся хронология событий. Торговый представитель заходит в зал, достает перчатки, сумку кладет в угол и идет к холодильнику с мороженым. Затем в магазин заходит пенсионерка. Она долго прогуливается по залу, но смотрит не на товар, а на сумку. Убедившись в том, что ее владелица ничего не видит, женщина прячет добычу и на утек выбегает из магазина. В похищенной сумке были документы и деньги – 6 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Если вы узнали женщину на видео, звоните в полицию по номерам, которые сейчас на экране. Бизнес-уполномоченный по защите прав предпринимателей при губернаторе Архангельской области Иван Кулявцев в пятницу 3 августа проведет встречу в нашем городе. 3 августа в 10 часов в администрации города состоится заседание Совета по развитию предпринимательства. Его проведет бизнес-уполномоченный по защите прав предпринимателей при губернаторе Архангельской области Иван Кулявцев. На заседании Совета предполагается обсудить состояние предпринимательской активности, реформу контрольно-надзорной деятельности и ежеквартальный единый день отчетности надзорных органов перед предпринимателями региона. Подробную информацию о проведении Совета можно уточнить по телефону 818-2-65-09-75. Прямо сейчас смотрите выпуск традиционной летней рубрики «Настроение дня». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем. День военно-морского флота в российском календаре появился 80 лет назад по инициативе нашего земляка Николая Герасимовича Кузнецова. К праздничную дату на родине адмирала в деревне Медведки Котловского района впервые прошел фестиваль военно-морской песни по волнам памяти. Ежегодно в разгар лета на родину знаменитого флотоводца Николая Кузнецова приезжают десятки людей, чтобы почтить его память. 24 числа день рождения адмирала в последнее воскресенье июля учрежденный им праздник – День ВМФ. Главный пункт программы – посещение музея. Эту точную копию дома Кузнецовых построили почти 30 лет назад по инициативе активистов. Здесь много личных вещей Николая Герасимовича, документов, любимых книг. Еще один обычай – вахтопамяти от штаба школьников «Товарищ». Он был создан почти 40 лет назад в памяти о Николая Герасимовиче. А с этого года наверняка в Медведках появится еще одна традиция – фестиваль военно-морской песни по волнам памяти. Впервые с большим успехом он прошел в минувшее воскресенье. Участники фестиваля приехали из Котласа, района и Коряжмы, пели песни о родине, о море, композиции военных лет и даже не думали конкурировать друг с другом, просто наслаждались хорошей музыкой и живописными видами. Хотя победителя все-таки определили. Ими стали вокалисты коллектива сбору пососинки из города Бумажников. В Международный день дружбы, который отмечался накануне 30 июля во дворе на Кузнецово 4-4А, прошел праздник для детей. На нем каждый мог не только повеселиться, но и найти новых друзей. Становится весело вокруг, потому что он твой лучший друг! Веселый праздник для детей во дворе на Кузнецово 4-4А организовал председатель ТОС Адмирал Кузнецов Дмитрий Рогачевский. На него пришло несколько десятков ребятишек, причем даже из соседних микрорайонов. В роли аниматора выступил сам председатель ТОСа. По задумке Дмитрия, ребята отправились в путешествие по станциям, где отгадывали загадки и тем самым находили буквы. Из них в итоге сложили слово «дружба». Этот праздник для жителей двора не первый. Ежегодно, опять же, по инициативе правления ТОС здесь шумно и радостно встречают Новый год. Уже вошло в традицию отмечать День соседа. А поводом для нынешнего веселья стал не только Международный день дружбы, который отмечали вчера, но и то, что этим летом двор заметно преобразился. По федеральной программе создания комфортной городской среды отремонтированы дворовые проезды, установлены урны и скамейки. Кроме того, по инициативе председателя ТОС Дмитрия Рогачевского и при участии жителей удалось установить очередной детский городок. Информация для Котлашанов. Четверг 2 августа, с 16 до 18 часов. В помещении Котловского межрайонного следственного отдела, расположенного по адресу город Котлас, улица Невска, в доме 14-Б, будет проводить прием граждан-заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАУ. От Абеев Альберт Абдулмажитович. Котловский городской район электросетей сообщает о запланированных сроках отключения электроэнергии в Котласе для проведения работ в электроустановках в августе 2018 года. 2 августа, с 8.30 до 17 часов, улица Кедрово, 3, 3А, проспект Мира, 27А, 29, 29А, 31Б, 33. 2 и 3 августа, с 8.30 до 17 часов, улица Салтыково-Щедрина, 5, 7, 9, 11, 11, корпус 1, 13, 13, корпус 2, корпус 3, 15. Улица Спартака, 9, 12, 14, 16. 3 августа, с 8.30 до 17 часов, улица Ленина, 8, 10, Дзержинского, 6, 9, 11, 11А. Улица Калинина, 1, 1А, 3, 5А, 10, 11. 3 августа, с 8.30 до 17 часов, торговый павильон остановка, ГСПК-72, ГСК-71, ГСПК-73, ГСК-79, ГСК-73А, ГСПК-139. Обращаем внимание, что отключения электроэнергии могут быть отменены или перенесены на другое время по техническим или погодным условиям. Подача электроэнергии будет проводиться по окончании работ. Телефон диспетчерской Котловского городского района электросетей 2-45-03. А следующая замечательная новость для покупателей улицы Виноградова. Покупатели Приречного района с нетерпением ожидали открытия магазина «Находка» на Виноградово-40. На какое-то время магазин был закрыт на ремонт. Владельцы известной сети постарались, чтобы магазин стал светлее, просторнее и удобнее для покупателя. Расширился и ассортимент товаров, среди которых имеется и по выгодным ценам. Например, молоко из Великого Устюга. Прямо сейчас его можно купить по 39,90. Я давно в этом магазине хожу. Нормально все хорошо. Вот свежие фрукты завезли. Свежий вружай. Так что довольна. И на самом деле в находке на Виноградово-40 прекрасный выбор полезных фруктов и овощей. Весь товар очень свежий и тщательно отобран. Очень нравится. Большой ассортимент. Удобное расположение. Все видно, все на виду. Нравится. Очень нравится. Обстановка хорошая. Стало, уже видно все. В чистом магазине хорошо. Если вы собрались на городской пляж, а магазин находится практически в шаговой доступности, загляните в находку. Для отдыхающих здесь большой выбор прохладительных напитков, мороженого, готовых блюд и выпечки. Отличный набор сладких тортов и пирожных от выпечного цеха «Кулинар и я». Магазин стал просторнее. Мы открыли второй зал, где представлен широкий ассортимент кондитерских изделий, готовых блюд. В нашем магазине всегда действуют акции на актуальные товары. Магазин «Находка» на Виноградово 40 приглашает вас за покупками. Отличный выбор по приятным ценам. На сегодня все. Далее вас ждут небольшой блок полезной потребительской информации и прогноз погоды с Еленой Нилаевой. Смотрите наши новости на телеканале Котлас ТВ. Прямой трансляции на YouTube и в группе Котлас ТВ ВКонтакте. Приятного завершения вечера. Увидимся. В связи с закрытием Ивановской текстильной фабрики Котлашан ждет грандиозная распродажа. 1 августа в ДК города Котлас, 2 в ДК поселка Вочегодский. Носки, полотенца, футболки, халаты, сорочки, трико, подушки, пледы, одеяло и постельное белье. Успейте купить текстиль отличного качества по приятным ценам. Финальные и максимальные скидки в июле. Норка от 60 мутон от 10, нутри от 20 тысяч рублей. Пальто, дубленки, пуховики, куртки, головные уборы. Возможен кредит. Ждем вас 4 августа в ДК города Котлас, 5 в КДЦ города Коряжма. Здравствуйте, с вами Елена Милаева. Я расскажу вам о погоде на среду. 1 августа будет ясно, без осадков. Температура воздуха до 26 градусов. Атмосферное давление высокое. Ветер северо-западный, 2-4 метра в секунду. На этом о погоде все. Увидимся на каналах Котлас ТВ.